привет друзья с вами как всегда я Наталья Качанова Роуц и я рада видеть вас на своем канале возможно кто-то из вас уже видел моё видео я записывала как-то видео на тему дети от первого брака и какие бывают истории с детьми от первого брака а сегодня поделюсь с вами историей жизни одной из подписчиц вот моего канала на ютубе она написала мне просьба была на консультацию и вопрос ее был в том что она стоит сейчас на распутье разводиться или ей с ее американским мужем или все же что-то можно в этом браке еще изменить сохранить одним словом как что какие шаги предпринимать в ее жизни и так какая ситуация она разрешила мне поделиться своей ситуацией она из одной страны снг вышла замуж 4 года назад на тот момент ее сыну было 6 лет у мужа от первого брака были тоже маленькие дети и вот между ними совсем небольшое небольшая разница в возрасте старшему мальчику мужа 7 лет и дальше ее ребенку было 6 лет ну и девочки по моему 5 ну соответственно прибавьте 4 года вот сейчас дети соответственно уже вырос вот подросли и она описывает так свою сейчас ситуацию на первых парах с мужчиной межлично межличностные отношения между ними как мужчина и женщина и мужем и женой были прекрасны она говорит что он очень внимательный порядочный заботливый поддерживал ее на первых парах она хорошо знает английский язык она преподавать преподавала английский язык в колледже в своем городе где нам проживала поэтому у нее принципе с реализация не возникла проблем она устроилась и работа здесь в америке есть такое понятие как саппетют пичер это значит учитель по замещению то есть ты не преподаешь никакой специальный предмет а замещаешь учителя это тебе не нужно ничему учить детей ты просто находишься в классе и наблюдаешь чтобы дети выполняли задание которое дал им их учитель в разных штатах эта работа оплачивается по-разному но в любом случае большие плюсы этой работы в том что ты сама можешь регулировать свою занятость и хочешь ты сегодня смотришь там тебя высвечивается календарь на когда нужен какой школе какой саппетит течер и ты можешь сама регулировать свою загрузку ты работаешь три часа или ты не работаешь сегодня или ты работаешь пять часов одним словом как только она получила свой social security number она уже понимала что она будет работать и мужчина очень ее спорт очень поддерживал но как говорится беда пришла оттуда с той стороны где она совершенно не ожидала дом котором куда она переехала жить это дом ее мужа дом нормальный ну скажем так не самый большой по американским меркам в доме три спальни и на тот момент когда она переехала со своим сыном естественно это было спание для для вот этого мужчины иI мужа и как здесь принято у каждого из детей соответственно мальчик ой девочек были свои свои спальни когда на три паласт со своим сыном и дописали нах то сначала стала спала в спальне своего мужа а мальчиков двух мальчиков поселили им не буква так сказать так скажет так как мальчиковая спальня, и девочка, соответственно, спала уже в своей спальне. Дети находились две недели с ними, две недели со своей мамой. Как я уже заметила, они жили не очень далеко друг от друга. И получилось так, что первая жена все-таки оказывала достаточно весомое влияние и на детей, и на жизнь своего уже бывшего мужа. Разногласия у них начались практически сразу. Она очень старалась наладить контакт с детьми. И, естественно, к сожалению, контакта ее сына и двоих детей, мужчины от первого брака, он не сложился таким, каким бы, наверное, хотелось всем. Они не стали друзьями, я же не говорю, что они не стали родственниками. У них был постоянно процесс соревнований, они бесконечно ссорились. А так как она сама воспитывала сына, мальчик привык, и она говорит, мы жили в небольшой квартире, у нас все организовано, мальчик приучен к порядку. Здесь, к сожалению, многие американские дети не приучены к порядку. Убирать за собой, убирать свою одежду, убирать у себя в комнате. Максимум, что многие, к чему приучены, это, например, если ты поел, то просто вот смыть свою тарелку и поставить в посудомоечную машину. Это вот максимум, ну для многих детей, не говорю сейчас для всех, максимум такой организованности для проживания в семье. И, конечно же, к сожалению, у детей возникали постоянные конфликты. И вы же понимаете, да, что ситуация такая, что она не произошла вот так вот за один раз. Естественно, ей как маме хотелось сделать больше для своего ребенка. Она старалась как-то, как ей казалось, равноценно дать внимание и детям мужчины. Она старалась, она говорит, я старалась их, ну если не полюбить, то хотя бы к ним хорошо относиться. У нее лично не сложились отношения с мальчиком, более-менее с девочкой не сложились отношения. Я думаю, что здесь, знаете, такая есть еще, такое было, знаете, женское соревнование вот этой маленькой девочки, которая, ну, маленькая женщина. И ее, как уже взрослая женщина, мы с ней какие-то вещи прорабатывали. И она бессознательно включилась вот в это соревнование за внимание со стороны мужчины. Естественно, включались и финансовые моменты, потому что, ну, понятно, что когда дети живут у них, дети находятся на их обеспечении, еда. И, так вот говорит эта женщина, что самым главным развлечением этих детей был шопинг. Они очень любили, чтобы они куда-то ходили в магазин, ну и папа им, соответственно, покупал все то, что они хотят. Ну и, естественно, ей хотелось, чтобы и тогда ее сын ходил вместе с ними, и он не был отделен. И, ну, так как она говорит, ну, я не могу ходить каждый день, там, или каждый выходной день, это не очень интересно. И так часто получалось, например, она куда-то брала сына, ну, в какой-то, неважно, музей, на какую-то высоту, как у какой-то, какие-то игровые, там, площадки, где-то, чтобы развивать своего ребенка. Папа брал детей в какой-то торговый центр, и они приходили с подарками, с покупками, а сын ее ничего не получал. Естественно, ну, у мальчика формировалось, мама, я тоже хочу вот это, а я не получал это. Одним словом, за 4 года жизни, конечно же, ситуация очень сильно накалилась. Особенно с тем моментом, когда она пошла, начала работать. Он мне сказал, я очень хочу работать, достаточно молодого возраста женщина. Ей сейчас, ну, очень скоро будет 40 лет, и она говорит, что я хотела иметь свои деньги. Это не те деньги, на которые можно прям самостоятельно жить и содержать семью, но, по крайней мере, это уже какая-то база, что-то для того, чтобы она могла как-то чувствовать себя более-менее спокойно. И если что-то захочется ей или ребенку, она может в состоянии это купить. Ну, вот, да, как я уже сказала, когда она пошла на работу, естественно, у нее уже было меньше времени, хотя она старалась чередовать свою большую занятость тогда, когда детей не было с ними. Потому что, когда она работала, и уже в доме было трое детей, она говорит, что это был просто тихий ужас. Это в доме было все вверх, ну, перевернуто, потому что, ну, дети совершенно не привычны к порядку. И все ее попытки, там, в самых разных, и игровой форме, и какие-то поощрения, и платить деньги, чтобы как-то детей объединять, приучать к тому, чтобы они что-то делали вместе дома, ничем они не заканчивались, кроме как скандалов, постоянно неприкрытая борьба между детьми, постоянные ссоры, периодически они дерутся, мальчики, там, даже с этой сестрой он дерется, с этой уже, ну, понятно, что старшему мальчику уже почти 15, вот ее сыну 10, не, сколько, я неправильно сказала, 7 плюс 5, так где-то 12, 10, и девочке было, вот тут тоже почти 10, ну, 9 лет. То есть сейчас такой уже бодрость, тинейджерский, ее сын очень любит читать, мальчика хорошо с английским языком, он очень хорошо успевает в школе, чего не скажешь о старшем сыне этого мужчины, девочка неплохо учится. И она говорит, я просто устала, я просто устала, как бы стараться быть хорошей для детей, стараться быть хорошей, она не старалась быть матерью, ну, просто женщиной, которая нормально относится к детям. Естественно, эти дети, когда приезжают, они жалуются своей маме, там, что там, вот, это, там, такая-то, назовем ее, Ира, что она заставляет их делать то-то и то-то, ну, соответственно, эта женщина, бывшая жена, уже говорит ее мужу, что там, наведи порядки, почему у тебя там в доме ущемляются права наших детей, если ты не наведешь порядок, я тебе не буду давать детей или буду защищать права детей через суд. И вот, она говорит, вот последний год это практически, ну, это очень сложно, у нас постоянно скандалы, и, она говорит, я осталась задумываться о том, чтобы закончить эти отношения, потому что, ну, мне очень сложно. Она ходила несколько раз на, брала консультации у семейного психолога, они ходили с мужем, но, к сожалению, ничем это не закончилось, никаких особых сдвигов не произошло, потому что он все-таки уверен в том, что он правильно, ну, он со своей первой женой, бывшей женой, они правильно воспитывают своих детей. сейчас вопрос, который я хочу поднять, это не вопрос и не конкретной ситуации с данной женщиной. Собственно, это ее жизнь, и она будет сама принимать решение, как ей поступать в ее жизни, сохранять эти отношения, как ей сохранять, что необходимо делать, как наладить отношения с детьми, то есть это уже там дело такое, это ее личные аспекты, и мы их не будем сейчас затрагивать. Я больше хотела остановиться вот на этом аспекте для тех женщин, которые еще молоды, у которых маленькие дети от первых браков, и женщин, которые еще хотят родить ребенка в новом браке, и рассматривать, то есть это люди еще такого достаточно молодого возраста, которые еще сами имеют детей, и потенциально могут выйти замуж за мужчину, у которого есть дети от первого брака, есть не просто дети от первого брака, а дошкольного и школьного возраста. Я сейчас не рассматриваю мужчин, у которых дети уже взрослые. Например, когда я вышла замуж за своего второго мужа, на тот момент его сыну было 17 или 18 лет. То есть это уже взрослый парень, он знал, что родители уже не живут там 3 года вместе, они уже жили раздельно, по-моему, больше 3 лет. То есть для него эти процессы все уже давно закончились, не было никакой ревности по отношению к отцу или ко мне, как к новой женщине в жизни отца. У нас были там другие какие-то возможные варианты, больше связанные с финансами, которые мы на него вкладывали, инвестировали в его обучение, автомобили и прочее. Но я сейчас все-таки обращаюсь к тем женщинам, у которых маленькие свои дети, и вполне вероятно, что у мужчины могут быть дети от первого брака. И здесь я наблюдаю очень большую ошибку, такую ошибку, ловушку, в которую попадают многие женщины. Потому что, это часто звучит на консультации, когда женщина говорит, я люблю детей. Для меня не проблема, если у мужчины есть дети. И я думаю, что все будет хорошо. Изначально замечательно иметь такой посыл, иметь такое настроение, это здорово, когда женщина так настроена. Это уже хорошо, да, это уже большой плюс. Другой момент. Ну, как бы, осознанно закрывать глаза на какие-то факты, которые присутствуют в жизни. И поэтому здесь включаются, как обычно, я говорю, включаем голову и создаем себе список вопросов, которые необходимо задать. И может быть, даже не один раз мужчине, с которым вы планируете уже не просто познакомиться и там мило поболтать по скайпу, а с которым вы, возможно, встречались уже не один раз, и с которым вы уже планируете создавать семью. Какие же вопросы я настойчиво рекомендую задавать, прояснять себе, задать эти вопросы по несколько раз, прояснять эту ситуацию, пока вы не поймете, что вот это вот так. Хотя тоже мы понимаем, что все меняется. Итак, ну понятно. Сколько у тебя детей от первого брака? Какие у тебя обязательства по отношению к детям, которые закреплены в вашем divorce agreement, да, вот в вашем, при разводе, какие обязательства за тобой закреплены судом, что ты обязан делать независимо. Я выйду за тебя замуж, не выйду за тебя замуж, ты это будешь делать на протяжении там такого-то количества времени, пока детям не вспомнился, предположим, 21 год. То есть вот это очень важно прояснить. Очень важно выяснить, конечно, какое финансовое положение у мужчины на момент знакомства с вами и то, что вы планируете за него выйти замуж. Какое у него финансовое положение, то есть сможет ли он выплачивать алименты и если судом дано время, там две недели у него, ну там неважно, там неделя, неделя, две недели, две недели, где дети живут, каким образом эти будут затраты, формироваться затраты по содержанию детей, достаточно ли у мужчины средств для того, чтобы он содержал и своих детей, и взял на содержание вас, предположим, с вашим ребенком. Если вы женщина, которая еще мечтает о детях, например, родить еще ребенка в браке вот с этим мужчиной, то вам необходимо эти моменты, конечно, проговаривать. безусловно, мы ничего не знаем, что может быть через год-два ваш мужчина станет миллионером, миллиардером, дай бог этому, дай бог пусть так и случится, и вообще финансовые вопросы у вас вообще уйдут, будет все замечательно, но если это у вас человек, который работает в найме, у него есть какая-то профессия, которая, ну предположим, не предполагает большого карьерного роста, то вам нужно, конечно, эти все вопросы обсуждать и понимать, вы в какой-то период времени должны быть только мамой, или вам нужно уже держать в своей голове такую возможность и необходимость, как ваша необходимость работы в каком-то достаточно определенном будущем, потому что того дохода, который, возможно, из у мужчины, вам не будет хватать на то, чтобы содержать всех детей. То есть здесь в этом нет ничего стыдного, это просто реалии жизни, которые желательно обсуждать еще до момента, когда вы одели уже, как говорится, свадебное кольцо на палец, даже не engagement ring. Конечно, безусловный вопрос, и это необходимо, когда, если у мужчины есть дети от первого брака, я настойчиво вообще рекомендую, что прежде чем принимать какие-то решения и выходить замуж, приехать и познакомиться с мужчиной, посмотреть, где он живет, как он живет, например, после первой встречи романтической, которая где-то у вас происходила, там, возможно, где-то в третьей стране, где-то был прекрасный отель, вы провели прекрасную неделю, вы без ребенка своего, он без своих детей, то есть это только романтика, любовь, бабочки в животе и шампанское, то я рекомендую, если у мужчины есть дети, безусловно, приехать и познакомиться с детьми, посмотреть, какие отношения у отца с детьми, посмотреть, как дети относятся к папе своему, посмотреть, какая структура пребывания детей в семье, да, то есть, например, какие обязательства у мужчины сейчас по отношению к детям, и у вас должно быть представление о том, а что ляжет на ваши плечи, тогда дети начнут жить вместе с вами, положено им посуду время, вполне вероятно, это не потому, что это как дети сами заходили, а так вот закреплено судебным решением, и если дети обязаны жить с вами две недели, то вполне вероятно, что вы не сможете абстрагироваться от их присутствия в семье, в вашем доме, значит, вам нужно будет, вполне вероятно, может быть, вы их будете возить в школу, вам нужно будет готовить для них ланчбоксы, значит, вам нужно будет выяснять их вкусовые привычки, следить за тем, что они одевают, следить за тем, чтобы одежда была у них чистая, это то, что делают родители традиционно, и вопрос к вам, готовы ли вы будете брать на себя эти функции, также следует понимать, что, я сейчас не могу сказать обо всех детях в мире, но американские дети растут достаточно свободными, и понятие каких-то правил, дисциплины для них, для многих очень условное, если вы воспитывали своего ребенка, и вы по характеру такой человек, который, если сказал, вот так вот должно быть сделано, и оно должно быть сделано, то вам будет достаточно сложно воспринимать то, что дети не будут выполнять какие-то ваши указания, и это нужно будет понимать, не потому что они выполняют, потому что это ваши указания, они просто к этому не приучены, здесь может возникать очень много проблем, поэтому задаем вопросы разных аспектов, финансовые, не менее важный вопрос, как твоя первая жена участвует в жизни детей, когда они находятся у тебя, как часто она звонит, приезжает ли она, то есть важно вам тоже понять присутствие вот этой женщины в вашей жизни, потому что особенно, если мы говорим о том, что дети маленькие, насколько они будут зависимы от мамы и от папы, еще раз, одно дело, когда это уже взрослые, там 17-18 лет дети, они уже достаточно самостоятельны в каких-то своих решениях, в своих суждениях, то когда мы говорим о маленьких детях, ну понятно, что они будут что-то повторять и транслировать то, что им говорит мама. Я хочу этим своим видео не напугать вас и, скажем так, оттолкнуть от решения, чтобы встречаться с мужчинами, у кого есть дети. Я лишь хочу вам подсказать, что нужно быть очень внимательны, не стесняться задавать вопросы. И вполне вероятно, было бы замечательно, если вы планируете встречу с мужчиной уже в стране пребывания, еще до того, как вы согласились быть его женой, я бы рекомендовала все-таки взять и своего ребенка и посмотреть, как могут сложить соотношения между детьми. Будет ли ревность, либо дети смогут стать, я сейчас не говорю там братом и сестрой, какие-то, я там далека от таких каких-то, уж совсем родственных связей, но посмотреть, насколько детям будет комфортно взаимодействовать друг с другом. Как организовать эту встречу? Это, конечно, уже большое будет искусство и самого мужчины, и женщины. И не стоит стесняться говорить об этом. Нужно говорить о своих опасениях. Какие твои дети? Что они любят? Если вы слышите, что его дети, они любят совершенно другое, например, он говорит, мой сын очень спортивный, он любит бейсбол, мы с ним проводим очень много времени, играя в бейсбол, мы ходим смотреть игры, а ваш сын не спортивный мальчик, а ваш ребенок любит читать, любит, например, рисовать, то вам важно понимать, я сейчас не говорю о конфликте интереса, вам просто важно понимать, что время будет у вас мужчиной, у которого есть его дети, и появится в жизни любимая женщина со своим ребенком, вы будете конкурировать за это время. и ставите его в состоянии выбора, с кем ему нужно провести выходной день, со своим сыном, пойти на бейсбол, отвезти его на игру и порадоваться вместе с ним, или с вами, когда вы говорите, ну я пойду раз, ну два, ну мне скучно сидеть там два или три часа, потому что мы ничего не понимаем, ну короче, и мне, и ребенку скучно, и только вы раздражаетесь, находясь в непонятной для вас ситуации. Поэтому здесь очень много вопросов к вам, как взрослой думающей женщине, на которой вам нужно самой искать ответы. Подводя итог этому, к своему видео, еще раз хочу сказать, вы можете быть счастливы с мужчиной, у которого есть дети от первого брака. Я искренне вам этого желаю, если у вас уже есть такой мужчина, который вам нравится, с которым вы планируете создать семью. Я лишь со своей стороны, как консультант, настойчиво рекомендую, пожалуйста, не стесняйтесь задавать самые разные вопросы. Какие финансы уходят на содержание детей? Как часто дети бывают в вашем доме? Что дети едят? Как дети проводят свободное время? Что ты любишь делать со своими детьми? Какие отношения у детей с мамой? Какое влияние мама оказывает на ваших детей? Что вы ожидаете, чтобы этот мужчина делал по отношению к вашему ребенку? Чтобы этот мужчина хотел, чтобы вы делали какие-то действия по отношению к его детям? Чем больше вы будете задавать вопросов, чем глубже вы будете для себя и четче прояснять ситуацию, тем вероятнее у вас не будет, ну, и по крайней мере, вам удастся избежать вот этих острых углов, чтобы потом не пришлось в, ну, скажем так, новой для себя, не говорю чужой, новой для себя стране принимать сложные решения, которые будут затрагивать вашу жизнь и жизнь ваших маленьких детей. Я надеюсь, вы меня услышали. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok